сегодня у нас первый день после праздников а сколько билет стоит это до нижнего берстяха как раз может а зимой все в тумане ему так друзья вас приветствую весеннем якутске сегодня у нас первый день после праздников я пользуясь случаем поздравляю всех с прошедшим праздниками с великим праздником днем победы хотел начать конечно вступительную речь вот с площади победы но очень ветрено на улице и там сложно разговаривать для меня лично 9 мая это очень сильный праздник очень такой сакральный я бы сказал хотелось конечно что то поснимать какое-то такое видео сделать но признаюсь мне вообще не было никакого настроя вдохновения и это было бы вообще не как вот сейчас я как-то собрался силами решил все-таки поснимать мое личное убеждение что мы должны всегда помнить помнить то что было что произошло помнить подвиг наших предков тех кто подарил нам мир на небо над головой кто избавил мир от этой чумы и никогда не забывать нести через века это наша прямая обязанность как потомков и наших потомков в дальнейшем чтобы это все сила этого подвига никогда не угасала я убежден что это должно быть так и не надо позволять кому-то внушать нам что это должно быть по-другому всех с великим днем победы на самом деле сегодня я так вот собрался силами выбрался признаюсь у меня после фильма видимо я столько потратил эмоциональных творческих сил что меня муза никак не возвращается скажем так а без нее я делать не могу я без нее как-то но не могу и все вот я пытался себя как-то вот мыслить что как делать дальше то ли отдохнуть надо но я себе не могу этого позволить меня куча долгов висит которые я должен сделать по видео но многие люди просят чтобы снять ность то что сегодня происходит а я на новые какие-то съемки где штук никак не мог найти вдохновение сере все-таки рая просто с утра думал то какое вдохновение сил да поехал все вот и признаюсь сегодня видео импровизация я просто хочу члены с вами поделиться с теми кто хочет посмотреть не какие-то старые видео кто хочет посмотреть что именно сегодня происходят якутские вот для этого я вот сел в машину поехал приехал сейчас на площадь и начал снимать все импровизация не знаю что я сегодня поснимаю где-нибудь поснимает просто видео приветствия что все хорошо квадрокоптер к сожалению мне пока еще не удалось починить он в питере поэтому чтобы сегодня что-то показать вам с высоты давайте съездим на сопке на смотровую площадку хотя пока мы здесь давай сейчас ездим сюда на на пляж на городской это место мне напоминает немножко такой на как назвать курортный променад но есть такие кафешки всякие стоят люди гуляют постоянно здесь городской пляж вот так сегодня выглядит городской пляж там видите катера на воздушные подушки ходят сейчас поближе подойдем я поищу видео прошлого года где как раз большая вода пришла и вот там будет видно будет что он прям вот прям до сюда доходила на несколько метров поднялась домов высоты хватает но затопило очень прилично здесь к вам это видно особенно так как еще лед не пошел навигация судоходно нету сейчас единственное что помогает людям перебраться на тот берег это вот такие вот катера на воздушные подушки вот и разрешили ребята посмотреть изнутри как здесь все ну-ка давайте почувствуем себя пассажирами катера а сколько людей вообще 10 человек да может а сколько билет стоит это до нижнего без тяга вот 1000 рублей на ту сторону прокатит путь это это вы только в одну обратно людям тоже надо ты еще даст той стороны и сколько будете ходить пока паром и не начнут до ездить это еще конец мая где-то наверно навигация начнется здорово что у вас как бы так вот есть возможность удовлетворить потребности хотя будут чтобы люди могли перебираться на ту сторону машины то стоят ждут а сколько скорость развивает 70 80 нормально попасть и больше вот люди приехали с той стороны в порядке и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Воды нет практически, все сюда ждут, когда придет Что-то в этом месте сейчас заторы постоянные По двум сторонам стоят машины, припаркованные И только вот проехать может одна приходится тут постоянно Вчера нашел дорогу к воде, а с той стороны сейчас туда прокатимся Интересная грунтовка Да, скоро лодочный пирс преобразится И тут все, знаете, с той стороны там все сюда Блин, буду снимать чуть-чуть Ветрено на улице, я вот пытаюсь что-то говорить, и не получается Вчера с друзьями катались и вот нашли здесь интересное новшество Сейчас вам покажу, но по крайней мере в прошлом году Ну я не слышал, чтобы это здесь было Это было на сопке любви раньше Но Похоже с этого года переместилось вот сюда Мы с вами вот за лодочным пирсом Здесь у нас автомобильный кинотеатр Вот такую штуку здесь придумали Сделаю ребятам небольшую рекламку Не благодарите Вот такой автобус поставили администрацию И здесь можно будет смотреть киношки Так что вот надо будет как-нибудь съездить Я ни разу не был в автокинотеатре Забыл сказать, 9 мая стояла погода Ну 20 градусов у меня показывал градусник То есть все говорят, что это 9 мая давно такого не было Просто чтобы было именно так вот так тепло Я когда выехал из дома, вышел, приехал на площади Там просто у меня жарко, прям я в футболке ходил Всем привет, всех с праздничком С Днем Победы, у нас жарко в Якутске Народ отдыхает, гуляет, празднует Это Площадь Победы Около 20 градусов сегодня у нас Прям кайф на улице Надо в лес Друзья, сейчас на рыбалке У нас традиция в Питере была с пацанами, здорово парни Ездить на майский выезд Делать первый выезд на острова Куда-нибудь прикольные места И у них они поехали, там минус был Снег шел А у нас я бы скидываю, парни, приезжайте к нам У нас жара стоит Так, главное, чтобы мне где-нибудь не сесть Дорога местами не осень Но не должен прийти Погода стоит сухая, поэтому вся вот эта грязь подсохшая Нормально, ездить можно Вчера тут немножко завязли Немножко Говорили, что для 9 мая это очень нетипично Чтобы такая прям теплая погода стояла Сегодня ветрено А так, в принципе, тепло уже в Якутске становится Это прикольно, когда ты вдыхаешь первый весенний воздух Такой теплый уже Это, конечно, круто Единственное, что мне так и не удалось на природу никуда выбраться Я неделю там болел Сейчас тоже даже две там почти Пора уже доставать гамак Развешивать Пока комаров мошки нету Еще вот Но надо Насладиться такой природой Без них Ну, здесь, оказывается, дорога идет по этой стороне И я тут раньше часто много рыбаков видел И даже машины я еще удивлялся Я думаю, что это прям вот как остров А на самом деле здесь Есть дорога Ну, есть Много мест, где можно провести время на природе Ну, и вот мы с вами находимся на той стороне Курии Вот там тоже люди отдыхают Вот вся та сторона обычно летом Заполнена людьми отдыхающими Здесь купаются Единственное, что меня удивляет, что вот теплая погода плюсовая стоит уже больше недели Солнечная А, ну вот Что-то уже начинает распускаться Но на самом деле В основном все еще серая Травы не видно, чтобы что-то вот начинало Зеленеть Почек тоже практически нет Тут еле-еле Я вот сейчас вот начал снимать И случайно видел, что на этом дереве уже Что-то появилось Ну, хорошо уже распускается Потому что вот на другие смотришь Там даже, ну вот еле-еле вот они начинают пробиваться А так еще все, конечно, серая Вся природа Зеленеть пока не торопится В том году Ну, вот так вот прям вот четко позеленело Только ближе к июню Мы на охоту уехали Там 25 где-то Мая И вот в это время Начало все зеленеть, зеленеть Все так вот более летним становилось И когда мы уже вернулись в Якутск Мы ходили на север В Сангар Там понятно, что это все позже происходит И вот я тогда, помню Мы за луком остановились Такое все зеленое Я прям вот, ну Жду с нетерпением этого же момента сейчас Когда все Понятно дело, тепло Вот когда все позеленеет Будет вообще кайф Ну, вернутся комары Маскара Комары уже есть У меня вчера уже в машине начали летать Так что Их мы уже дождались Мужики вчера ходили тут по льду Прям Я видел, один ходил по лункам И просто лунки тут, видимо, где-то проборены Он просто ходил по ним, что ловил Ну, то есть они прям вот люди по льду ходят Я не буду сейчас рисковать Не хочу А так, в принципе О, вот Видите так Такие Вот такая структура льда Необычная Я почему-то раньше Не сталкивался с этим Вода чистая Ледяная Хочется покупаться Конечно, как вода только откроется И я к этому времени закалялся Готовился там, прям обливался ледяной водой Но переборщил Вот я то, что заболел на две недели почти Это я начал прям уже Почувствовал, что о, я уже круто закаляюсь И начал прям сильнее и сильнее Потом уже прям вот Там я, ну там, подходами То есть стою там до 20 Считаю 20 секунд Убираю Потом И вот так три подхода По 15 секунд По 20 секунд Стоял, прям сводило Но я был уверен Что все уже все хорошо И все-таки переборщил Начал там В общем, надо как-то все-таки Аккуратнее закаляться Сейчас, получается, мне приходится опять Заново в струю входить Ну, с нуля практически Ну, надеюсь, успею войти До того, как можно будет уже Купаться В ледяной водичке Весенней Потому что я люблю это дело О, кстати Я сейчас тогда вот в это видео Вставлю Прошлое купание Потому что я тогда это не сделал Когда мы ходили на КТМ На сплав И мы там купались Как раз еще шел ледоход Я там в Лене искупался В самой КТМ искупался Я в итоге это видео так и никуда не сделал Я не доделал тот сплав Мы шли в КТМ Потом по Лене Я сплав по КТМ сделал А по Лене не успел И в итоге потом у меня тоже это лежит Я до сих пор его не реализовал А сейчас пока Напомню, как я купался Прошлой весной Вот так вот это примерно выглядит Все, когда спишь Заскидка вот так вот Как в палатке Все прикольно Свежий воздух проникает А вдруг я до нему не доплыву? Главное голову не мочить, чтобы я слишком сильно не замерз И далеко не уплывать Так, ну что-то быстро она плывет Надо, наверное, возвращаться Ага Очищающая водичка после ледохода Все, очистился Ах, хорошо Традиционные майские купания Как же без этого Прям так вот обжигает И прям, ух, кайф становится А Мила решила в КТМ Конечно, тоже надо было в КТМ А может быть сейчас Пока холодно, можно и в КТМ Чего уж там Раз такое дело Открываем сезон по полной Лена меня притянула тем, что Там лед плавает А КТМ Тем, что это наш первый Сплав Мой первый сплав здесь, Якутия, на ней Ну, спасибо тебе, КТМ За гостеприимство Прими меня Ух ты Холоднее? Холоднее, да? Она вообще теплая Да, ладно После, после Лены Вы сначала там окунитесь А нет А потом сюда Фух Мне, кстати, всегда контраст такой Лену похолоднее Здесь тоже не жарко Аккуратненько О, весь красный стал Молодец Ух Какой кайф Ой, как печет Какой красивый кадр будет Давай Подъезжали? Заплыв О, заплыв О, смотри, как здесь Идите ко мне скорей Ух А ну да Ух Худат Что ж так и к берегу Кто первый власть Глубоко Глубоко Такие вот домики деревянные тут еще остались. Так приятно после зимы поездить по асфальту, потому что зимой все во льду, дороги, и своя манера езды вырабатывается. Но я так всегда спокойно, там 20-30 километров в час едешь, не спеша, в расстоянии держишь подальше от машин, чтобы успеть там и сейчас реагировать. И вот когда асфальт первый начался, прям кайф ездить, когда машина тебя так хорошо слушается, ты прям контролируешь нормальные торможения и разгон. Якутск называют город кишками наружу, потому что трубы из-за вечной мерзлоты идут не в земле, а поверху. вот здесь так наглядно видно. Вот впереди сопки, сейчас туда вот слева, которая повыше, на нее заберемся. там есть смотровая площадка, да, подвеска после зимы опять задеревенела. Ну и все нормально, бывало и хуже. Здесь все благоустроено, даже вот базу сделали, куча беседок таких вот, вот они по территории, можно их снять. Мы снимали, ну тысячи рублей беседка, по-моему на день. Тысяча рублей беседка и тысяча рублей мангал, если нужно. Можно пойти по ступенькам, но я обычно поднимаюсь вот, я люблю всякие дикие места все-таки. Ну и смотровая площадка, она там. Если до нее идти, то нужно по этой стороне. Как раз спортом хотел сегодня позаниматься. Немножечко размяться. Хотя так, я сейчас меньше практикуюсь, сейчас быстро запахаюсь. Похоже. Кстати, здесь более солнечная сторона такая. Ну, не знаю, наверное, вылезет, что склон уже потихоньку зеленеет. Другой гунчики надо найти. Подснежники. Вот, по-моему, вижу. Почти. И тут, смотрите, какие виды. Такой обманчивый подъем. Идешь уже вот-вот, как будто бы поднялся. А там за каждым подъемом еще все выше и выше идешь. Несмотря на то, что здесь вечная мерзлота, еще все равно растут такие добротные высокие деревья, сосны. Вот видите, идет дальше лес, лес, лес. Все такое густо, заросшее. Люди отдыхают. Девчонки вон на пикник пришли. Там ребята. Ух ты. Здесь круто. Спасибо. Как зовут? Игорь. Очень приятно. Сейчас немножко пообщались с ребятами. Павла тоже инстаграм ведет. Escanor by Bass, да? Павел Негодин. Вот он тоже такой активный спортсмен и продвигает еще в массы. Спорт, да? У тебя подпись. Я вообще не остановить. Он сейчас рассказал. Ну давай я расскажу твою историю. Он тут тут же на сопке повредился. Это неделю-то где-то, да? Ты говоришь недавно? Три недели. Три недели. Тут тренировался и повредил спину жестко. И даже врачи говорят, как ты ходишь вообще с такой спиной. Ну насколько я понял, он еще обследуется. Но вот он спорт бросить не может, все равно старается как бы. Ну ты говоришь вот вертик. Бросайте спорт, вообще не бросайте. Да, не опускайте руки даже когда так. Вот он пример такой, что я с ним пообщался. Есть люди, да, которые сразу депрессию падают, что-то. Бухать идут сразу, да? Не-не-не. Не надо так. А то, что на руках стоишь, у тебя более-менее нагрузка нет, да? На поясничный отдел. Как бы оно попозже придет, но я знаю, что это будет боль. Ну стараешься так. И вот Павел должен был уехать на каскадерский фестиваль в Казахстан. И из этой травмы не поехал. Вот она его. А ты каскадер получается, да? Сальцааль, там всякие там, типа паркура, да? Всякие штуки. А сколько ты вот начал заниматься, сколько ты вот? Ну я всю жизнь так. С детства? Да. Ну у меня вот, нет у меня спортивных достижений больших. Еще самолучка. Вот брат. А, братья, да? Ну младший брат, да. У меня все, мы из деревьев. Так вы сейчас в Якутке живете? Ну, ну как, сейчас все, я на лечении вот приехал. А, только для этого, да? А, откуда сама деревня? Вилюиск. Вилюиск? О, ничего себе. Это вы оттуда к нам в гости. С братом вдвоем приехали, да? Ну, он здесь учится. А, ты учишься? Да, учишься. Ну, думаю, просто лечение, значит, все в скором времени выздорове. Мы поедем. Ну, если поздно. Ага. Ну, здоровья тебе, желаю крепкого. Вам всем. Всем здоровья. Да. Ну все, спасибо. Счастливо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Вот 2 мая я тут отдыхал с ребятами в этой беседке. Ну, здесь красиво. Очень приятно здесь погулять. Такой сосновый лес, как у меня в Сосновом Бару. Тоже напоминает родные края. И вот тут такая обзорная площадка. Отсюда весь город как на ладони. Вот вроде тепло стоит, а видите, вот лед так и не тает пока. А зимой все в тумане. Зимой вот так просто ничего этого не видно. Если сюда забраться, просто белая-белая пелена, когда минус 40, минус 50. А перед вами открывается панорама города. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прикольно. Вот Анатолий тоже же, я вот его не снял. Сейчас смотрю и думаю, он тут сальтухи крутит. Ну-ка давай, покажи класс. Офигеть. Круто. Я так еще не научился. Мата, да, есть специального стука ставишь? Сначала одного человека, чтобы он помог. А, он так придерживает, это же в основном страх мешает. Помочь ему сначала, потом чтобы он сам сделал, и потом уже по одному мату убирать. Все. Я за один день научил одного человека. За один день просто, да? Ну, не полностью, да, вот сразу на твердом. Ну, вот с такого он сделал. Ну, то есть технику он понял, ему осталось потренироваться. Круто. За один день он сделал. Надо тоже поучиться. А ты в инстаграме себя там учишь тоже всякие ноги фишки? Я учил и тренировал. И вот все, сейчас пока у меня период без видео. Так, приятно пообщались с ребятами. Парни, вам привет еще раз. Ну, и большое уважение от меня, я думаю, от многих моих подписчиков. Потому что, действительно, показываете такой пример здорового образа жизни, спортивного образа жизни. Что вот, ну, реально надо вот это, чтобы больше людей, глядя на вас, на таких, как вы, старались тоже подражать и заниматься спортом, любыми областями спорта. Даже вот как, я так понял, что Павел ничем вот как конкретно профессионально не занимается, но вот, в общем, развивается в разном. И тело у него очень сильно, очень развитое. Это очень круто. Даже вот меня сейчас зарядил. Сейчас я поеду на турник, наверное. На брусь я сегодня съезжу. Ссылку на инстаграм добавлю тоже, друзья. Поддержите. Подписывайтесь. Привет, передавайте. Там знаешь, что такое, когда такая поддержка есть от зрителей. И вот. Тогда начинаешь ценить свою деятельность больше, когда понимаешь, что она получает обратную связь от людей, которые все это смотрят, тоже заряжаются. Это действительно. И, ну, у него сейчас такой период, Паша, я так понял, что сложноватый. После этой травмы я постараюсь только, когда человек активно занимается спортом. Вот эти соревнования в Казахстане, я так понимаю, что очень важные для него были. И так все резко оборвалось. Причем он, говорит, он постоянно занимался. Никогда так он делал элементарные какие-то движения, которые никогда не приводили ни к каким травмам. А тут вот раз, какое-то устечение обстоятельств, какой-то злой рок можно так назвать. И вот так вот сейчас. Сложный период его жизни начался. И, ну, я надеюсь, что, Паша, у тебя этот период скоро кончится. Надо выходить. Ну, конечно, очень тяжело психологически такое переживать, когда ты идешь к каким-то достижениям, целям, и у тебя все резко обрывается. Когда ты готов идти дальше, но, допустим, тело, травмы какие-то просто тормозят и не позволяют. Так что, Паша, тебе здоровья и физического, и психологически не унывать, быть на позитиве, не опускать руки. Давай выкладывай все видео, которые ты убрал в архив. Делись со своими зрителями, и чтобы это тебя заряжало. Все, счастливого, успехов. На этой ноте, я думаю, на сегодня мы закончим. Напоследок, хочется поделиться с вами еще кое-чем, что я недавно открыл, осознал. Это принцип, который называется принцип делать что-нибудь. Ну, в принципе, не знаю, как это назвать. В общем, я себе так на доске и записал делать что-нибудь. Что это значит? Я даже вам дословно это скажу, а потом сейчас поясню. Потому что только что я на ваших глазах в этом видео его применил на практике и применил успешно. Когда стандарт успеха действия, неудача теряет значимость. Когда вдохновение воспринимается как награда, а не как условие, мы движемся вперед. То есть поясню вот на своем примере сегодняшнем. Я пытался поймать вдохновение и потом начинать снимать. Хотя понимал, что это неправильно. Но как-то мне было себя не пнуть, не заставить что-то делать. И вот сегодня я просто мылся в душ и меня вот так щелкнуло. Так, сейчас выходишь, собираешься и едешь. И все. Просто это называется делай что-нибудь. Принцип действия. Я начал действовать и вдохновение пришло мне в процессе съемок. Потому что я сначала, ну вот, я даже не стал в этот раз анализировать, как, что там пытаться. А вдруг там я буду неправильно разговаривать, там что-то. Ну, хочется всегда как-то хорошо говорить, а не там заикаться постоянно. И вот начал снимать, начал делать. И мне в процессе пришло, то есть я уже получил удовольствие от того, что я начал делать. Это уже для меня награда. То есть что я начал делать. И я, мне получается, и как награда этого действия, мне пришло вдохновение. Я сейчас вот зарядился на самом деле тем, что я просто вот так вот сейчас буквально в течение пару часов погулял, покатался с вами, пообщался. И мне вот я реально поймал волну вдохновения сейчас. И, ну, я чувствую, как вот, что вот у меня внутри что-то поменялось даже вот сейчас вот за это время на ваших глазах. Еще сейчас вот такое стечение обстоятельств, что я решил приехать сюда, встретил вот ребят, то есть для меня сейчас тоже была дополнительная такая заряжающая мотивация, и так что я убедился, что этот принцип работает. Запишите его, вот я вам сейчас озвучил, я его напишу еще давайте в описании видео, этот принцип, сохраните себе где-нибудь и периодически про него вспоминайте. И действительно это поможет вам двигаться вперед. Следующее мое видео, это будет первая серия, ну, наверное, вторая сериала «Кочевники». То есть вот я сделал фильм «Кочевники», это был фильм, который собрал за час двадцать все, что у нас там было, но я снимал гораздо больше, и есть что показать еще там в Тикси, на Быковском, на том же Большом Ляховском первую серию, но я его называю вторую, потому что первая серия все-таки это серия подготовка, которую я уже сделал до фильма, я ее выпустил, это будет первая серия фильма, как мы готовились, как мы вышли, и вот сейчас я выпущу серию о том, как мы шли по линии. То есть это не то же самое, что было в фильме «Вырезанный кусок», хотя будут кусочки повторяться из фильма, а это будет не вошедшая в фильм кадры и более такая детально подробная информация, которая позволит вам погрузиться в такое путешествие. И вот плавится с нами по линии уже не просто глядя фильм, это все вот быстро прошло, а именно более погрузившись, как мы там сидели, болтали, как там, ну вот, ну в общем, посмотрите. Скоро выпущу, надеюсь, вам понравится. Все, всем счастливо, ловим вдохновение и идем дальше. Просто видео приветствия, что все хорошо, ну почти хорошо, если честно, вот у меня внутренне бывает у человека, на самом деле, особенно у тех, кто занимается творчеством, я по себе это уже за вот два года работаю на канале с ютубом, вот с видео, ну поймал себя на том, что вдохновение, оно как-то волнами работает, то есть, то нету, ну и лично я не могу работать без него, и это не получится те видео, которые получаются так, за что люди вот меня смотрят, за что зрителям нравится, ну, я не могу себе позволить так вот от балды делать, лишь бы делать. К сожалению, вы уж простите, те, кто ждет, те, кто, ну, хочет посмотреть побыстрее что-нибудь, ну вот я пытаюсь поймать вдохновение, ну, я вот до конца еще не поймал, если честно. Сейчас я просто вот решил с вами этим всем поделиться, у меня есть идея, как его поймать, обратно вернуть, но это вот, надеюсь, все получится, опять будет импровизация, хочу сесть в машину и на несколько дней уехать. Нас впереди ждет ледоход, как вы помните, в том году я его пытался поймать, в этом году я ничего такого суперского не придумал, опять же, как, поэтому опять будет импровизация, скорее всего, если все у меня получится, то я сейчас хочу подальше от Якутска уехать и импровизировать, ездить и пытаться найти интересные места, ну, наверняка, что-то произойдет веселенькое, интересное, вот. Ну, давайте, вот.